С 1994 года на Фурманской земле проходит военно-патриотический фестиваль-конкурс памяти поэта-фронтовика Михаила Александровича Дудина. Традиционно в нем принимают участие люди из разных областей и регионов страны для того, чтобы соприкоснуться с миром поэзии, музыки, изобразительного искусства, вдохновленные творчеством замечательного человека и нашего земляка. Этот год не стал исключением. 18 ноября состоялось главное культурное событие года – 29-й фестиваль «Сей зерно», который был организован на нескольких площадках. Торжественное открытие состоялось в литературном сквере имени Дудина, где по традиции звучали воспоминания, стихи, к бюсту поэта возложены цветы. После чего участники отправились в Центральную библиотеку и Дворец культуры на конкурсные прослушивания по номинациям. Вокал, автор песни, иллюстрации к стихам Дудина, чтец произведений поэтов-фронтовиков Ивановского края, видеоролик и сочинение эссе о жизни и творчестве Михаила Александровича. Как отметили члены жюри, разный возраст конкурсантов в очередной раз доказал, что память о великих людях и событиях никогда не умирает и продолжает жить в сердцах как молодого, так и старшего поколений. Сейчас начинается какое-то именно возрождение. Просыпается интерес к этим стихам. Может быть это связано с тем, что наша Россия сейчас ведет специальную военную операцию. И многие стихи, вот я перечитывал вчера Дудина, и очень многие стихи именно ложатся на ту ситуацию, которая у нас сейчас в России. Они очень нужны сейчас, эти стихи. Наверное, вся попса, куда там едут эти самые артисты, может быть, не так нужны, как вот эти стихи. Потому что вот гражданственное патриотическое воспитание должно быть поставлено на очень высокий уровень. И я думаю, что здесь Дудин, ну просто поэт номер один. Дело в том, что читают не только дети. Вот я имела счастье сидеть в жюри. Именно там, где читают стихотворения, читают отрывки прозаические, читают его письма даже, отрывки из его писем. Дело в том, что, видимо, хорошие учителя у этих ребят, хочу я сказать. Поэтому они и читают эти стихи. Не потому, что время где-то соответствует. У хорошего поэта всегда стихи соответствуют времени. Но еще потому, что у них хорошие учителя. На немском надпись пестрель кричала каждая стена. Внимание, арт-обстрели, опасна эта сторона. Весь Ленинград, как на ладони, с горы в Воронье виден был. И немец бил с горы в Воронье, из дальнобойной верты бил. Стучит его сердце впервые с таким перебоем. И мысли всплывают и снова сникают во тьму. Мой старший товарищ не знает, как пахнет покоем мир яростной жизни. Покой непонятен ему. Он крепко шит и лад настроен. Он не полезет на рожон. В бою, как каменный, Спокоен и на привале напряжен. Метет метель, Свистит задира По гребню Пулковской горы. И за плечами командира Мороза белые шары В землянку катятся с порога. После долгих прослушиваний участников, А их было более двухсот, Всех ждал самый волнующий и одновременно радостный этап. Гала-концерт и награждение победителей. В этот день конкурсанты смогли впечатлить не только членов жюри, Но и присутствующих в зале. Музыкальные номера, художественные и литературные работы. Все это воплощало дух подвига и патриотизма, Который был так близок к Михаилу Александровичу Дудину. Участвую в Дудинском фестивале второй раз. Первый раз участвовала в прошлом году. Впечатление, ну, любой конкурс – Это возможность показать себя, Посмотреть на других И примерно наметить себе цель, В каком направлении двигаться и так далее. Какие-то новые для себя выявить цели, качества. Я исполняла эхо любви и родная сторонка. Тебя, я услышу, завися членов, В эхо, в эхо, И долго ехать в дуга. Снег на песках ветеровой войны, Снег величиного, Снег северный, Снег северный. Вежу горстые плюсы, Вешеный, Вежу горстые плюсы, Вежу горстые плюсы, Ведикалы, Утесы, Как солдаты стоят, Облака Грозовые И озер тишина, Вам, Россия, Россия, Ты такая одна! Непростая работа – выбрать лучших и достойных – легла на плечи жюри, но решение принято. По итогам фестиваля были названы лауреаты – первый, второй и третий степеней во всех номинациях и обладатели Грам-при. Из наших артистов наивысшую награду забрал народный коллектив «Русские узоры» в категории «Вокальный конкурс». В этот день каждый смог ощутить единство и силу патриотических чувств, которые наполняли сердца всех присутствующих. Конкурс «Сезерно» продемонстрировал, что память о героях не только сохраняется, но и дает нам важные уроки, напоминая об исторических корнях родного края. Следующий юбилейный по счету фестиваль с нетерпением будет ждать всех любителей творчества и поэзии нашего прославленного земляка.